В общем, нам все сообщают, что вы безумные беляши, и как бы идите куда-то в другое место. Привет! Рад вас видеть у себя на канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу про Каир, прекрасный и отвратительный. И место, которое я вам покажу, оно как раз охарактеризует его именно так. Посмотрим прекрасный, чудесный, просто великолепный храм, вырезанный в скале. Но место, в котором он находится, это просто полный трешак. Итак, город мусорщиков, Каир. Для тех, кто здесь первый раз, меня зовут Роман, я со своей семьей живу в Хургаде. Ну что, погнали смотреть? Скоро этот агрегатор просто перестанет сюда людей возить, мне кажется. Я могу понять. Узко, медленно, плохие дороги. Наш водитель постоянно останавливается, спрашивает дорогу, как проехать туда. Очень узко, тук-туки везде, люди ходят, вообще бесстрашно абсолютно. Мы прибыли в коптский храм, который называется храм Симеона Сапожника, а копты это египетские христиане. Доехали мы сюда на Убере за 30 фунтов, но, короче, чуваку мы отдали еще 30 фунтов тупо чаевыми, потому что это жесть была сюда ехать, честно. Весь этот храмовый комплекс расположен в месте, которое называется город мусорщиков. Почему так, расскажу чуть позже, когда будем проходить мимо всего, что вы увидите дальше. Церковь Святого Маркуса. Святой Маркус это был такой товарищ, благодаря которому, собственно говоря, все местные египтяне нынче христиане. Сверху всякие фрески, песчаники. Но это все на самом деле, это свежие храмы молодые. Просто вот так вот они выглядят, их так вот стилизовали классно. Вообще не похоже на привычный православный храм в моем понимании. Здесь людей много, дети кричат. То есть нет ни тишины, ничего такого. Однако эти ребята тоже православные. Весь зал рассчитан на 2 с чем-то тысячи человек. Очень круто сделано, реализовано. Очень классная задумка. Я прям в восторге. И знаете, нет гнетущего вот этого вот ощущения, как обычно бывает в церкви, когда на тебя что-то немножечко все равно давит. Здесь вот почему-то такого нет. Потому что все такое природное, естественное. Зачет. Вот его в планах не было. Это спонтанное решение было. Просто в гугле случайно попалось. Так посмотрел, куча отзывов положительных. Ну и вообще как бы интересно. Здесь все скалы вот эти вот, так или иначе, во фресках. Везде вас приветствует Иисус. Аккилы летают. И вот эти вот. Вон один как раз пролетел мимо. Пойдем вниз. Там тоже церковь. Честно, интересно, нет? Да. Пойдет. Не зря. Я еще не определилась. В смысле, зря и не зря. Утро столько запаха. Ну, зря он. Я буду в носу потом стоять. Слушай, мы вроде от него уехали. Не, он пахнет. Тут пахнет на самом деле. О, смотри, как круто сверху. Блин, это просто когда все над тобой нависает. Офигеть. Такой амфитеатр. Это другая церковь уже, ребята, естественно. Это просто потрясающе все выглядит. И самое клевое, знаете, вот ощущение, как в музее в Каире. Вон, смотрите, стоят чуваки с фотиками. Вот. Спокойно встал он туда и фотик поставил и снимает. И никто не ругается. Никто не кричит, типа, эй, уйди отсюда. Этот храм примечателен тем, что именно здесь находятся мощи святого Симеона, в честь которого назван храм. Нашли всего-навсего в 91-м году в раскопках в старой части Каира. И вот там вот за моей спиной как раз люди подходят. Вот именно там они и находятся. Храм вырублен в песчанике. И это позволяет обрабатывать его стены, как заблагорассудец. Такси местные. В общем, город мусорщиков – это город, где живут египетские христиане. Почему город мусорщиков? Потому что они мусором занимаются. То есть они собирают мусор по Каиру, привозят его сюда, начинают сортировать, перебирать. И потом как вторсырье задают. Именно поэтому вот этот трешак, который мы сейчас видели по дороге из окна такси, вот он такой, потому что там просто это семейный бизнес у всех. Он очень чувствует. Да, в воздухе витает запах денег. Вот здесь, видимо, очень много денег. Государство не берет за это никакие налоги. То есть вообще как бы, ну, дало на откуп населению. И местное население, собственно говоря, с этого и живет. А фишка всего этого дела… Я покажу вам, конечно, как это выглядит дальше. У вас возникнут большие сомнения. Но вот эта вот схема египетская считается одна из самых крутых в мире по переработке мусором. Здесь перерабатывается 85% всего мусора, который есть. Потому что в 60-х годах они просто сказали, что ребята, все мусорщики, валите сюда, вот к этому холму и живете здесь. Нехрен вам там жить, где ни попали. И поэтому около этого холма, по сути, огромная такая свалка с сортировкой отходов. Ну, а виды этих прекрасных, этих прекрасных мест, вот они, они уже как раз по прямой. Вот эти вот мешки, на которые, когда мы ехали, я обратил ваше внимание, это как раз уже отсортированный мусор, который хранится на крышах и потом увозят. Я не хочу на арабах. Что ты? Болгог-плакетолог. А? Болгог-плакетолог. А, ну, бывает. Пошечки умирают. Все умирают. Ну, я думаю, пока мы идем по улице, вы должны были понять, почему мы сюда так долго ехали. На самом деле. Тебе платочек дать лицо повязать? Тяжелый запах? Или это из-за котенка? Нет, спасибо. Лесеньке плохо. Лесенька страдает. Лесенька у меня нежный цветочек, поэтому ее можно понять. Все странно, конечно, выглядит, да, такой диссонанс, когда у тебя, ну, рядом, помойка, вон, детишки бегают. Я надеюсь, что там есть проход, если какая-то снижка, если кто-то там ездит. Привет. Довольные дети обрадовали беляши им, помажали рукой. Все нормально, все хорошо сидишь. Да? Ты точно уверен? А, да, все нормально. Все окей, идем прямо. Вот смотрите, все сортировано. Муха, пластик, стекло, резина. Потом все это выезжает, перерабатывается. Все чудесно становится. Ты просто, когда убежала вперед, между нами вклинилась женщина таких объемов, что она четко занимала все свободное пространство, и я не мог обойти нигде. Там точно сюда? Я не знаю, сейчас тут непонятные дороги. К нам все обращаются и что-то говорят, но языковой барьер он дает о себе знать. Возможно, они говорят то, что вы идете в самый трешак. Судя по всему, его и прошли весь самый трешак. Надо было идти туда, куда машины все ехали. Да. Они явно ехали по одной единственной дороге. О, в красоту мы пришли. Судя по всему, здесь. Великам. Здесь, кстати, даже более нарядно все. Здесь шуршинки такие плотные. Вообще, это достаточно выгодный бизнес. И те, кто здесь занимается всем вот этим делом, они не бедствуют. Минусы какие? То, что дети уже начинают работать сразу лет с шести, с семи. В общем, как могут что-то соображать и что-то поднять. Следующий минус то, что в мусоре попадаются всякие шприцы. Ну, и прочие всякие медицинские отходы. Поэтому здесь высокий уровень заболеваний, всякой ерунду этих, во всяких гепатитов, ну и прочих радостей жизни. А так, ну, видите, это лишний пример того, как люди умеют адаптироваться к разным ситуациям. Люсю пытался совратить только что шестилетка. Он, который идет сзади. Увести тебя пытались у меня. Валим. Дальше. Я знаю, что вспомнил. Ты говорила про какую-то дешевую столовую в городе мусорщиков. Ну, вот я, да, я хотел уточнить. Ты забила после того, как запах почуяла? Или просто? Нет. Я Nee. Валим. Я нюанс. Продолжение следует...